Здравствуйте друзья, моя фамилия Железов Валерий Константинович, он же владелец лучшего сибирского сада, а может и российского, по качеству плодов, по моростойкости это точно, а это то, что вы сейчас увидите, наверное, это будет главой очередной моей аудиокниги, почему вы сейчас находитесь в святая святых, это мой архив, равно которого нет в России, а возможно на всей планете, Вот, и может стать, что вам даже повезло, но это мне все придется доказывать, доказывать Садоводство наше стало так, что говорить об этом уже устал, но сейчас я приведу один из примеров, это будет один из глав, когда я стал достаточно популярен, меня пригласили в командировку в город Вот, меня садоводные любители, Эльза, пригласили в командировку в город Абаза Вот, то, что я сейчас там вам показывал, там было написано, Абаза, шаг вперед, два назад Я буду сейчас вам читать слух Вот, дело в том, что, оказывается, многие смотрят по телефонам, с помощью телефона И они еще на слух меня воспринимают, а я создал то ли 1000, то ли 1200 фильмов Вот, я и говорю, это уникальный случай Так, и оказывается, что нормальные люди, большинство, просто-напросто не могут на телефонах увидеть текст А многие, наоборот, на слух не воспринимают Итак, я сейчас на ваших глазах увеличил текст Поехали Я буду читать текст, чтобы ничего не упустить И где-то местами комментирую Нет, не так Да, комментирую сам себя Здравствуйте, уважаю главный редактор Эта статья была напечатана в газете Но прошли годы, все забыто Десять газеты висят На дачах, на гвоздике Очень даже в популярном месте Поэтому Да здравствует 21 век, да здравствует интернет Здравствуйте, главный редактор, уважаемый Высылала вам новую статью об отечественном предпринимателе И его не совсем удачном промышленном саде Получилась невольная, ненавязчивая реклама И о плохом, и о хорошем Но, признайтесь, много ли мы с вами знаем примеров производства именно своей местной продукции? Да еще из леса А из наших сибирских промышленных садов, наверное, никогда Так, а тут кричащий пример Я сам предприниматель Я с ним познакомлю ниже Стал жертвой тех распространенных, но смертельно опасных для сада агроприемов То есть я неправильно начал Не я сам, а сам предприниматель Я с ним познакомлю ниже И вот, не поверите Я говорю, что все И даже самое плохое, что произошло в его садовой жизни И рассказать всему свету Друзья, забегая вперед скажу Что этого замечательного человека Великолепного Как их раньше называли? Заводчиками То есть директора завода Романтика Вот Заложившего сад Его уже нет живых Вот Вот Может быть Это еще один повод Рассказать о нем Рассказать с огромным уважением Читаем Примечание Рассказать Все как есть Но не решаясь Назвать по именам Плодопитомники Которые подставили Начинающего садовода Смотрите, что такое Начинающего садовода Друзья По жизни Зубр Мамонт А Начинающий садовод Вот И дальше Итак Абаза Шаг вперед Два назад Это С этого момента Статья и начинается Именно вот отсюда А то была Присказка Или прям была Друзья Наверное Вы как я Разочарованы Телепередачей Федерального канала Культура Из моего сада Деревни Красный Худ Ашушинского района Внешне Все выглядело По-настоящему Часа четыре Непрерывных съемок Это Москва Приезжала Снимали экзотические Для Сибири Плоды Задавали вопросы По агротехнике И состоянию Дел Садоводстве В целом Ну а я был в ударе Отвечал и разъяснял Ведь это был пока Единственный шанс Рассказать всей России О том Что все же есть Выход из тупика В котором оказалось Практически И дачное садоводство Основанное На губительных Агроприемах Получил удар Под дых На экранах Телевизора Всего несколько минут Из добротнейшего Наснятого Материала А Всего несколько минут А ведь приезжали люди Называющие себя Журналистами И спокойно Прошли мимо Сенсации Мирового значения При том Что при съемках Не применули Мне Заметить Что у телеканала Культура Очень низкий рейтинг Еще раз Они были лучшим Сибирском саду Это как минимум лучше А далее Если еще не уничтожили Заслятый материал То они примерно Уничтожат Кстати Это было уже давно А ведь я Причувствую подобное При расставании Со съемочной Группой Пытался убедить Журналистов Что садоводство Тоже культура Тоже культура И все заснятое Уникальный Материал Для возможной Передачи Аналога Очевидного Невероятное А время идет Но проблем Не становится меньше Причем Лично у меня Они какие-то Специфические Итак По порядку Поздней осенью Получил Приглашение Из горного Города Абаза От предпринимателя Дементия Василия Филипповича Отказываться Не умею А тут Такой интересный Случай Впервые В повседневной Практике Развала И уничтожения Промышленных Садов Услышал такую Весть Мол Приезжайте Познакомлюсь Со своим Садом 8х И Производством Из диких И садовых Ягод Прохладительных Напитков Заплачу Гонорар А вы Мне поможете Решить Садовые Проблемы Так как Не все В благополучном Саду Естественно От гонорара Я отказываюсь И умирает Любопытство Деду За 200 км Знакомиться С удивительным Человеком Создателем Эффективного Абазинского Промыслового Хозяйства Вот Его данные К сожалению Наверное Устарели Василий Филиппович Дементьев Вот Подчеркиваю Статья Написана С его Согласия И заранее Он был Ознакомлен с ней Так что Никаких Моральных Причин Называть его Аморальных У меня нет И вот Я в саду Которому Исполнив 3 года Все Прекрасно Выглядит В той части Для Роскут Скороплодная Полукустарниковая Кустарниковая Культура Жимолость Малина Смородина И облепиха Фото номер один Вот Видите Неплохо Дело О том Сразу Я никогда Такими вещами Не восхищаюсь Особенно По той причине Что Это такие Культуры Которые Легко вырастить Трудно Уничтожить Растут Как сорняки Единственно Минимальный Уход Полив Правильная Посадка Выбор И все Пожалуйста Теперь А у него же цех По производству Этих самых Соков Вот И вот результат Цех По производству Прекрасных Оживительных Напитков Действует Это я Сфотографировал Побывал у них Это не считая Что он еще Как я говорил Заводчик Директор завода Кажется В Абазе Завод Ну короче Горное оборудование Что то в этом Вроде А вот и готовая Продукция Ну я уж невольно Делал рекламу Что то пригодится Высылает Даже По порядку А тут еще Напитки Сверхвитаминные Таежные продукции Из брусники Голубики Клюквы Черники И работа по ГОСТу А не по тех условиям Ясно Это Многим говорит Вода чистейшая Из скважины А консерванты Натуральные Из лимонной Из сорбиновой Кислоты И Развозится Все это В Саветогорском Бакан Красноярске Даже на риск Вот В наше время Это похоже на чудо На фоне Кока-колы Которыми лучше бы Прочищали Канализационные трубы А не травили Наших детей Так что друзья Не счастливайте эту статью Заказной Рекламной Тем более что ни копейки За командировку не взял Просто Должна Должна Знать своих героев Ну а теперь к главному Переходим А вот с древовидными Растениями В первую очередь Сяблонями У Василия Филипповича Не заладилось Но выписывал Тысячи саженцев Из всех известных питомников Хотел даже В самый дальний Раскрученный Съездить лично И вывезти Свежайшее Не жалея Денег времени Внимание Это все касается К сожалению То что ему Не разрешили Приехать Не разрешили И предложили только Пересылку В почтовых посылках Его Не насторожило И вот Потребовалась От меня Уже реанимация Ну а я в свою очередь С опозданием Для сада Вынужден был Объяснить Что лечить деревья Можно отчасти Оживить Но полноценными Они уже Никогда Не будут При закладке Такого Большого сада Лучше бы сразу Все делать правильно И тут Было Не выполнено Мое главное Требование К большим Маленьким Садом Не Жизни Растений Принимает Минимум 4 части От возможного Садового Штата Работников И даже Садовода И пчеловода Дали о хороших делах Плавно Перетекших Плохие Из-за Излишней На мой взгляд Начитанности Романтика И прагматика В одной В одном лице И вот Мне пришлось Выдергивать Один за другим Неполноценные Саженцы И в кавычках Успокаивать Садоводов Все равно Эти саженцы Не жильцы А только Занимают Место Теперь Рассмотрим Как можно Подробнее Как нельзя Выращивать Сад На что я Получил Разрешение Любезного Хозяина Сада И куча Фотографий Для иллюстрации Сделанным Не поверите Вот То есть Все что Вы видите Плохое Он фотографировал сам И предоставил мне Для нашей Не очень приятные Для него статьи И фазенды Эта газета Так пусть этот сад Будет последним Неудачливым в Сибири Примером Частично выброшенных денег И того что Надо полностью Уходить От традиционного Садоводства Пришедшего С юга И ведущего В никуда К отравленному Импорту Полив Смонтирована Целая система Разводка Труп Вроде бы Даже регулируемая Под названием Капельный полив Ох Как он мне не понравился Хотя становится Все моднее В Сибири В России Во-первых На самом деле Дозировка Невозможна Так как Не представляется Возможен Идеально Расчитать потребности Каждого дерева Тем более Делать практически Во-вторых Именно в данном случае Вода Попадает Прямо в ямки Проклинаемая Мной Уже Десятки лет Но сделанных Строго По изученным Книгам Результат Да Там сюда Сыр И корневая шейка Прекрасно Гниют Так Вот они же Многие сальницы Для трехлетнего возраста Выглядят Вполне Прилично Вот им было не поздно Помочь Но потери все же огромные Вот опять Смотрите Вот Это Было засыпано И все это гнило Под кучей сырого Это само Сырого пепла От этого Ну Древесные золы И так Древесные золы Вот это Саженцы уже уничтожены Нормальное явление То есть он считал Что надо Древесную золу Он дал команду Дальше не проследил Сгноили сотни саженцев Просто сгноили Почему Представляете Человеку говорят Высыпь Золу Под дерево Он высыпал Не отступил где-то На полметра На метр А высыпал Вот результат Так Принятые Свои подачи Запоздавшие меры Это Прокопка Дренажных Канав От штампов Теперь Знаете что Где то еще можно спасти И это то можно выбрасывать А здесь ямки Одна из причин Заглубления И пусть это яблони Все равно Они себя плохо чувствуют И Начинают гнить Даже если бы тут не было бы золы Значит Теперь надо что Чтобы Вот отсюда Весной Во время таяния Будет промерзшая почва И будет стоять вода И она А так и было Вот почему и гнило И без золы бы сгнило Только медленнее Лед Ночью Днем Вода Почему Вода не уходит А снега здесь По полметра по метру Не забывайте горы Пока это все Сойдет Все гнет А склон есть Остается что сделать Читаем Железо Прокопка дренажных канавр Расположенных в углублениях В нижнюю сторону Для отвода Весенней талой воды Когда промерзшая почва Не упитывает воду Образует лужу И она замерзая ночью Рвет в любимых многих авторах Ямках Нижнюю часть штамба Рвет Чтобы лучше гнили корневые шейки Я безрой не говорю Чтобы лучше гнили корневые шейки И основание штамба Их еще засыпали Вроде бы с благоцелью Ценнейшим Без кавычек Удобрением Древесной золой А сырая зола Превратилась В ядовитую жгучую щелочь Результат Вы видите На этом же фото Акцентирую Ваше внимание На неэффективности Наемного труда Приказано Высыпать Приствольные округи Древесную золу А как именно Разбросать Да пошире Можно еще Применеть слово Ширше и шарее Для понту Пример Разбросать да пошире В смысле Штамбов Не сказали Высыпали прямо на штамбы По пол ведра Седра полили И если бы Не мой пресс Погибли бы все деревья Еще пример Наемного губительного Труда Заглубление Корновой шейки На 5-20 см Множество Саженцев Если бы это были Не яблони А к примеру Груши или абрикосы В трехлетнем возрасте Ни одного бы не осталось Я не шучу Что и происходит По всей стране Только об этом не знают Почему-то даже Ученые люди Но где вы видели Отметку Пятно краски Например На корневой шейке На продаже саженцев С голыми корнями Угадает Случайно покупатель Посадит правильно Будет расти саженец Не угадает Не будет Вот Вот про этот наемный трус Смотрите Вот Это я Вы думаете Я его капал Хе-хе Я его дергивал Корни не держали Они были мертвые Практически мертвые Вот так вот Вот это Работа Нет Не садовода Патологоанатома Вот Идем дальше Сколько я видел садов Посаженных Нанятыми людьми Обязательно Закопает поглубже И прощает саженец Весь сад И вызывает Сожаление Что питомники У которых садоводы Начитавшись Железово Спрашивают А где же пятнышки Начинают Нет Не метить саженца Нет Она ненавидит меня А ведь они Пятнышки По железу Должны еще Показывать Направление Северюг Чтобы не дай бог На новом месте Не посадить Задом наперед Вы же догадались почему До выкопки Смотрел саженец На юг И на новом месте Тоже должен смотреть На юг Вот А если пятнышки На северной стороне Ничего страшного Вот Значит Он должен знать Что на севере Продавец Должен сказать Он смотрел на юг И садить надо То есть север Садить надо На север А не задом Наперед Для тех Кто забыл смысл В школе По крайней мере Раньше Учили Как по годовым Кольцам На срезах Определять Где север Где юг Уж Коли Заблудился И где юг Там кольцо Шире Ну имеется ввиду Кольцо Котовое кольцо А где север И уже И вот мои дорогие друзья Коли пересаживайте То не путайте Северную сторону садиться С южной Дорого садиться В скобках здоровья И вам Деньги и вредно Это будет стоить Смешно И грустно Было видеть Как на вырванных Но из земли Кстати садиться Здоровые Никогда не вырвите Из земли Забыть здесь Забракованных садиться Корни Торчащие вверх Догадайте сами Как могло получиться Вот Как Я вытаскиваю А корни Вот Смотрят Вверх То есть Это получилось так Корни все таки Было какое то количество Ну например Вот такое Да Корни Садиться все таки Покупала взрослая А Лень была копать Большую ямку Выкопали вот такую Потом саженец Туда Вдавливали Так Что корни Это Разворачивались И Уже В закопанном саженце Смотрели Я не знаю Как это вам объяснить Но это легко понять Смотрели вверх Вверх И так Когда я его дергал Так и смотрели вверх То есть Посадка была Дикая Вот Ямку копнул Значит Вдавил И закопал А я в таких случаях вспоминаю Кажется Ну одного из наших химористов Кажется Хазанов Который изображал Этого самого Иностранца Который стоял с блоклотом Видимо корреспондент И Говорил Люди добрые Русские Я ничего понять не могу Встаю И гляжу И у меня крыша едет Один подходит Выкопал ямку И пошел дальше копать А второй за ним идет И закапывает эту ямку обратно Как ничем не бывало Я, говорит Сходил с ума Потом в конце концов В России ты человек Как не сойдешь с ума В конце концов Но не выдержал Подскажу и спрашиваю А как так? А меня вроде бы хотели послать Но все таки сказали На самом деле В начале все было правильно Ямки копал первый А тот который Закапал Он был не второй Он был третий А второй должен был Поставить дерево И держать его Пока тот закапывает А второй не пришел на работу И получается Первый работает Выкапывает Второй И третий закапывает А второго просто нет То есть Разгадка такая Только конечно Смешно и грустно Да? Примерно то же самое и было Видимо второго не было И один Справлялся тем Что Один выкапал ямку И шел дальше А второй Вдавливал туда саженец И там Может еще Ногой подгреб Все Вот Получается Что Вот этот вот Юмор этот наш Грустный Он недалек От Истин от правды Читаем дальше Смешно И грустно Было Видеть Мною Из земли Забракованных Саженцах Корни Торчащие Вверх Догадайтесь Сами Как могло Получиться Добавились еще и мыши С настоящими зубами А защита От них не было Предусмотрено То есть Никому в голову не приходило Вот саженец Подыхал Так Пока я его собственно Ручками не раскопал И не показал Что как он будет расти И он Он уже все Я патологоанатом Он мертвый А на нем листья А он мертвый Прожил последний год Дальше Это не посвященным Кажется Саженец На фото Семь Здоров Но листовой аппарат Точнее то что не осталось Говорит о том что Деревце глубоко больно Помучается несколько лет Даст пару ведер яблок По моей терминологии Предсмертный урожай И на дрова Объясняю Вот сейчас Я немножко Своими руками Своими языком Смотрите Штамп Который ему не нужен Потому что Это Сибирь Он должен Ветки расти Под над землей И частично Укрываться снегом Так Затем Уже видно сейчас Что саженец Неполноценный Хотя это был еще Далеко до осени Но он был Практически без листьев Это калека Это Вот такой А причину Одну из причин Ну понятно Там неполноценные Корни Помните там эти Загнутые вверх Вот Непонятно Что там за корни Но еще одна причина Которую трудно разглядеть Можно было бы даже Поспорить Не каждый догадается Смотрите внимательно Он же Крупный план Глядите Вот это я вам уже сказал Своими словами Так Дальше пишу Прочитав Очередную книгу Василий Василий Филиппович Думая Что спасает деревья Своими руками На всех них Острым ножом Провел Глубокие борозди До древесины Я выбрал Фото номер 8 Где виден Страшный шрам Вот он Вот это Страшное дело Узаконенное Всей наукой Принятое Так называемое Бороздование Сейчас У меня У нас Истекает Время Меня предупреждали Не больше 30 минут Вот Поэтому Маленечко Пропускаю И вот это Я еще раз говорю Поверьте мне Железо Если это делалось Для того Чтобы Упредить Появление трещин Упредить Искалечить Саженец Вот Просто Искалечить Еще раз Еще раз Вот она В самом низу Смотрите Вот Он делал добросовестно Открыл книгу Прочел Прообразование Как научный прием Смотрите Это не вам Это тем Кто эти научные приемы Изображает книгу Короче Человек взял Начитался Получил Какие-никакие саженцы Давай их калечить Вспомните Золу Ямки Мышей Вот И наконец В качестве самих саженцев Кажется, я успеваю Больше Среди минуты Нельзя говорить Такое было Условие И вот Я Успеваю Вам показать Этот шедевр Ну Догадались Одного раза Почему ему запретили Приехать Удобно Когда приезжают ко мне Сейчас к сыну за саженцев Это же чудо Сказка Вы накопали, расплатились, еще по совету надавали, уехали. А по почте суньте посылку, которая идти будет неделю-две. Вот так. Ну и под конец консилис, этот непростой двухдневный маяк, что мог, спас. Я пишу, это уже как бы по скрипту. Ну, посидели мы с Василием Филипповичем, погрустили, прикинули, сколько денег и лет потеряно зря. И тут я понял, что нельзя ограничивать критикой в адрес его помощника, автора книг и ругань вагодой сплата питомников. И смотреть на все с высока и со стороны. Уже заготовлены черенки, накопанные в тайге настоящей яблони Сибирки. А весой, куда теперь одеваться, приеду и сам привью. Условия посылал только одно. Через три года первое яблочко съедаем вместе. Может, через два. Ну вот, а теперь мой друг на том свете, Василий Филиппович. Судьбу этого сада я не знаю. Наверное, ничего хорошего. Почему? Ну, два человека из Абазы, а сверху, оттуда, с горы, где сад, Абазу, видно, и она как на ладони. То есть, не так далеко, несколько километров. И вдруг они мне насчет тех же черенков, абазинцев, тех же семечек, хоть там абрикосы мои выращивают, тех же саженцев спрашивают. Их несколько, но двое, это кто, ну, как бы стабильно. Ну, кто глупостью не занимается, вот, что в книгах там бороздование и прочее. Ямки для посадки. Так вот, они не знают ничего про этот сад. Меня это смущает. А в Абазу уже все, давно ли, 70 суток. И все-таки, посмотрите этот фильм, несколько тысяч человек, смотришь, и с Абазой. Единственная веточка была, вот, грустная веточка, Василий Филиппович умер. Вот, друзья, осталось одна минута. Это совершенно мало. Вот, и если я успею, смотрите, вот это мой сайт. Вот, вот это моя фотогалерея. Чтобы не выглядеть болтуном, вот это и есть настоящее садоводство. Сибирское, потому что 200 километров между мной и Абазой, где был уничтожен сад из-за депр... Так, ну вот, не дали договорить. Алло, сейчас, секунду, не отключайтесь. Последняя минута фильма моего идет. Вот, ага, друзья, это я не с вами. Друзья, я с вами прощаюсь. Надеюсь, ненадолго вы увидели то, чего... Это я не вам, не телефону. Вот, это я прощаюсь с... Я прощаюсь с... Я и на камеру paradigm whiskey, дома, и чё...